Сегодня вот возникает эта ситуация, когда все герои уместны. Тут проблема в том, что как бы не очень понятно, кого ставить. Там у Калашникова, между прочим, стрелочка на брюках. Нет больше в мире памятников, в которых была бы стрелочка на брюках. Чудовищное произведение, которое, в принципе, должно стоить в витринах магазинов. Ленин очень неудобная фигура. Имя Александра возникает, когда в стране начинаются события, связанные с охюхением войны. Одна пожилая женщина подошла и поцеловала Владимира Ильича. Ну, просто больно смотреть на это. Летом текущего года в Москву привезли абстрактную скульптуру швейцарского художника Урса Фишера «Большая глина номер 4». Прежде работа гастролировала по разным европейским городам и везде вызывала вопросы местных жителей. Но с такой волной народного негодования, как в России, глина номер 4 еще не сталкивалась. Сама форма объекта удивительным образом совпала с содержанием претензий граждан. Нашлись и те, кто трактовал установку памятника на Болотной как глумливый политический намек. Возникает логичный вопрос. Что спровоцировало у населения такую ожесточенную реакцию? Фигуративная скульптура раздражает людей не меньше абстрактной. Памятники Петру, князю Владимиру, Калашникову автоматически становятся притчами во языцах. Абстрактное – нехорошо, конкретное – тоже нехорошо. А дело, возможно, в том, что нехорошим, незаконным кажется само желание и возможность сильных мира сего поставить большой монумент. Когда в августе 1991 года в стране произошла революция, узаконившая парад суверенитетов, в большинстве республик тогдашнего СССР не были демонтированы памятники Ленину. С постаментов сняли одиозные фигуры – Дзержинского, Свердлова, Калинина. Однако вождя мирового пролетариата почему-то не тронули. Знаменитый «Ленинопад» случился в Украине и других республиках много позже. Абсурдно огромное количество памятников Ильичу осталось на своих парадных местах, со временем утратив символический смысл и социальные функции. Кинорежиссер Алексей Ханютин много лет снимает памятники Владимиру Ильичу Ленину. Из его уникальной коллекции вырос документальный проект «Лениниана». Сколько памятников Ленину сохранилось? Судя по известиям с Украины, из Прибалтики, Закавказья и Среднеазиатских республик, судя по тому, что происходит в Москве и Питере, не более 50-60% от исходного числа. Сто с лишним памятников я отснял. И поэтому начал снимать панорамы, где Ленин стоит в определенном контексте – городском, иногда сельском. Видно, где стоит, что вокруг происходит, какая-то жизнь течет. Ленин представал в различных ипостасях. Был Ленин-вождь с протянутой вперед призывающей рукой. Был Ленин-мыслитель. Был Ленин такой дедушка, который расслабленно сидел в парке, на камеечке, на креслице. Летний в пиджачке. Был Ленин зимний в пальто и шапке-ушанке. Был такой демисезонный, когда пальто было, но оно на руке было. Но были еще другие ипостася Ленина. Был, естественно, Ленин-дитя. Был Ленин-школьник. Был Ленин-студент. Вот такой этот памятник, например, до сих пор стоит на улице Огородная Слобода в Москве. Местные жители его зовут Ди Каприо с Барсеткой. Действительно, чрезвычайно похож. То есть он такой был многогранный образ, я бы сказал. Был наставлено столько памятников Ленину, что они абсолютно дискориентировали саму идею памятника как памяти. То есть это стал только знак власти. Вот здесь есть Ленин, все хорошо. Здесь есть власть. Здесь есть порядок. Процесс очень инерционный, и он еще долго оставался в народном сознании как бы историческим деятелем номер один. В 90-е годы прокатилась волна исчезновений памятников Ленина, сделанных из цветных металлов. Бронза шла на переплавку. И местные жители с удивлением так вечером Ленин стоит, а утром его уже нет. На место снесенному Ленину по закону сохранения должны встать новые политические фигуры. Их отсутствие в Киеве в ходе революции достоинства маркировал золотой унитаз, как символ общенациональной ненависти к власти. В России же занять кем-то освободившиеся места на постаментах, не рискуя при этом спровоцировать социальное недовольство, просто невозможно. Как бы идеологически не очень понятно, кого ставить. Но вот эта ситуация, когда на одной стороне площади стоит Владимир Ильич, а на другой какой-нибудь святой или какой-нибудь князь местный, это как раз очень сейчас типично для российской провинции. Сегодня вот возникает эта ситуация, такая постмодернистская, когда все герои уместны, когда большевизм и православие, оказывается, не конфликтуют больше друг с другом, а сливаются в странный клубок. Памятник стоит на центральной площади. Он является привычным центром, вокруг которого организуется какая-то жизнь. Если там подходящий постамент, то там тусуются скейтбордисты. У них даже есть какое-то сообщество, насколько я знаю. Ленин огромный, который стоит на берегу водохранилища в Дубне, который стоит там в такой позе, рука назад заведена, и на руке висит пиджак, видимо. И так как это место, куда приезжают местные молодежь устроить пикничок, такое место для отдыха, то название Ленина очень к месту, потому что его называют Ленин с полотенцем. Уже растет поколение, которое эту постсоветскую травму не имеет, и поэтому оно, мне кажется, может свежим взглядом посмотреть на этих героев. Меня, как историка, очень радует, что эти памятники сохраняются, потому что, во-первых, все-таки это произведение искусства. Если мы искусство понимаем в расширительном смысле, как вообще материальную среду, которая создается с художественным мессенджем каким-то. Стоит и стоит. Если он как-то безобразен, и существует общественное согласие, что на его месте хорошо поставить крокодил и гену, то, значит, вот надо поставить крокодил и гену. Естественно, он уже потерял ту свою основополагающую функцию, которая у него была при советской власти. Возможно, поэтому он стал частью культурного кода, частью вообще идентичности этого пространства, ни народа, ни множества народов, а именно пространства, территории. Пусть стоит Ленин и Никушин, но пусть стоит Ленин здесь, Ленин там, Ленин у Смольного. В конце концов, старина Владимира Ильича произвел здесь октябрьский переворот. Это довольно памятное событие. Почему о нем надо помнить? Почему нет? Ленин очень неприятен к нынешней власти. Это такая противоречивая фигура, потому что, с одной стороны, он, конечно, основатель Советского Союза. В этом смысле понятно, что все ему обязаны. Прошлые власти, нынешние. А с другой стороны, он революционер, что является абсолютно неприемлемым в нынешних политических и социальных и культурных реалиях. И поэтому приспособить его никак не получается. И Ленин очень неудобная фигура. Современные оппозиционеры левого толка часто используют образ Ленина в своих политических перформансах. Случается так, что списанные статуи вождя возвращаются на улицы города, маркируя новые точки политической активности. Неожиданно для себя я оказался инициатором установки памятника Ленина в городе Сартовало в 2010 году. Я пригласил местную ячейку КПРФ. И вот ради как бы, как вот для затравки, просто с... Ну, экспромт было, говорит, товарищи, есть улица Ленина без памятника, есть постамент пустой, и есть извояние Ленина на острове Лампы. Поэтому надо все совместить и 140-летие Ленина сделать это. Вот. Но я как бы сказал это, забыл. А потом выяснил, что, значит, идея попала, значит, в определенные политические, значит, массы. Они стали собирать деньги, что-то им из Москвы прислали. И здесь вот установили памятник Ленина 140-летия. Два города в мире в этот юбилейный год поставили памятник. Это Монтелье во Франции. И в Сартовало. Но вот на этом пятачке я иногда выхожу в одиночные пикеты. Это я один, 7 ноября, большим портретом Владимира Ильича, который, значит, изображен был в черно-белом варианте, так и с топором, и надпись «Ленин смог, сможем и мы». И я, значит, стоял, народу нравилось. Более того, одна пожилая женщина подошла и поцеловала Владимира Ильича. Поиски символической фигуры, с которой нынешняя российская власть готова себя ассоциировать, привели к размножению в стране памятников Александру Невскому. Обществом это трактуется как исторический плагиат. Периоды, когда Александр Невский становился образцовым героем, страна уже проходила. Ох, ебил бы я вас, хлистал нещадно, коли проболтали вы ледову сечу. В 60-х годах прошлого века на подъезде к Пскову было решено установить масштабный мемориал Александру Невскому и его дружине. Процесс установки монумента длился 25 лет и завершился лишь в начале 90-х. Когда в 67-м году был очередной юбилей, было принято решение об установке памятника на месте ледового побоиха. Главный архитектор Пскова предложил место, вот эту гору Соколиха, красивое место, действительно, под Псковым, где вот этот памятник, так сказать, будет хорошо смотреться. Сначала псковики его встретили в штыки, ну, как полагается, а потом полюбили, и там происходят разные, так сказать, важные события в истории города, в том числе молодожен туда приезжают обязательно. Так что памятник пользуется большим успехом. В 2021 году, к 800-летнему юбилею легендарного князя, на Псковщине решили поставить еще один грандиозный монумент Александру Невскому. Строительство развернули в деревне Самолва на берегу Чудского озера. Абсурд ситуации заключается в том, что новый памятник князю и дружине воздвигли всего в часе езды от старого. Руководила работами военно-историческое общество. Имя скульптора, масштабы проекта и его внешний вид были засекречены вплоть до завершения работ. Показателен и выбор места. Непосредственно на границе с Эстонией, в месте предполагаемой локализации ледового побоища. Символичная форма, окружающая монумент парка, щит и меч, будет читаться только с воздуха. Если кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет. Строительство развернули так поспешно, что грузовики, груженные материалами, фактически уничтожили живописную дорогу, соединявшую деревню Самолва с трассой Псков-Гдов. Лес покрылся густым слоем пыли, местные жители временно остались без транспортной связи. Проезжабельно, но опасно. Сейчас очень много пыли. Деревья у нас все уже повяли, огород уже завялось за пыль из-за этой. Соорудили масштабную композицию всего за несколько месяцев. Директор местного музея ледового побоища Владимир Потресов относится к водружению памятника и Лосовски. Связь Самолвы с Эстонией традиционная очень. С Эстонией, наверное, напротив. Когда меня спрашивают, а где ваш музей? Говорю, в 7 верстах, а блока на так. Так что мы пограничники. Так, ну что вы хотите? Пусть курсы мы хотели. А дорога будет? Мы верим в это. Но губернатор нам обещал, когда он сказал, что да, мы разрушим дорогу, когда будем строить памятник, я вам обещаю, что он дороги делает. Мы ему поверили. А князь – это нанятый военный руководитель. Александр, так сказать, пришел с своими людьми. Это те люди, которые, как говорится, не всадят нож в спину. Когда у нас в Москве появился Путин, например, то сразу пошли разговоры силовики, питерские, вот такие. А он пришел с своей дружиной. Почему мы вообще говорим о войне? Почему мы, собственно, говорим, что это первая в истории война между Русью и Западом? Поэтому мы можем говорить о победе в войне. Впервые за всю историю немцы признали свое поражение. Немцы не хотят об этом вспоминать. Ну, это понятно, кому хочется вспоминать, когда их предков били. Вот действительно, имя Александра возникает тогда, когда в стране начинаются сложные события, связанные с ощущением войны, что называется. В октябре прошлого года наш музей посетил митрополит Псковский и Порховский владыка Тихон, которому наш музей очень понравился. Он пришел и говорит, что где памятник? Надо поставить здесь памятник. Он человек очень авторитетный, конечно. И вот, так сказать, он добился каких-то решений по установке этого памятника. Мы считаем, что, конечно, это дело хорошее, нужное, но, к сожалению, строительство самого памятника пришлось на юбилейный год. Поэтому была разрушена дорога тяжелой техникой, которая возила материалы для установки памятника. Ну, приостановили обслуживание туристов, потому что, конечно, эти самосвалы дорогу разнесли так, что мы уже просто морально не могли отвечать за тех людей. Представляете, что если делается автомобильная стоянка на 200 автомобилей. Я плохо себе представляю, когда у нас здесь появится одновременно 500-600 человек, если она будет заполнена. Мы, конечно, не сможем принять такой массив посетителей. Отливка элементов скульптуры производилась в одной из крупнейших сталилитейных мастерских, куда журналисты были допущены лишь за месяц до открытия мемориала. Теперь, в непосредственной близости от Пскова стоят два монумента Александру Невскому с дружиной. Они с вызовом смотрят друг на друга. Высота каждого из них составляет примерно 30 метров. Скульптор Владимир Шанов считает, что масштабы местности позволяют, а актуальность композиции окупает временные неудобства. Скульптура крупная, потому что там воздух огромный. Представляете, это небо и озеро. Все, а там больше ничего нет. Там масштаба никакого нет. Человек будет только масштаб. И размеры совершенно неэпические. Воздух съедает объем, растворяет. Город Владимир, там два Владимира Красное Солнышко, два Владимира Ильича в одном городе. И я считаю, что у этих две скульптуры, которые на Соколиной горе стоят, это такой въездной символ. Наше же произведение. Это совершенно другой художественный прием. Совершенно другой подход к ней, к скульптуре. Он организовывает новую точку притяжения. Это еще и парк. Парк гиперсимволичный. Я в соавторстве, с Владыкой Тихоновым. Мы помогали друг другу, особенно Владыка мне помогал. И в какой-то момент был у нас эскиз, я его сделал. И они все оказались такими взрослыми мужиками. такие бывалые, матерые. И потерялось вот это ощущение драйва. Я это не почувствовал. А Владыка Тихонов это очень четко почувствовал. И он говорит, нет, они все были молодые. Александр Невский, 21 год. У него только должна появиться какая-то борода, растительность. А у тебя он, да, он у тебя почти как черкасса. Это молодые ребята. Они улыбаются, они свистят, они идут с победой и они вспоминают, как они лихо наваляли и с правой, и с левой. Это вот эта удаль молодого человека, когда ты абсолютно живешь еще в том образе неуязвимый и тебе все по плечу. Это реальные спецвойска. Выдвинулись на территорию врага, где дали битву. И вот они возвращаются с победой. Я художник, не геополитик. Зло, оно, которое на Русь приходило, оно никогда не было такое маленькое какое-то там, оно было прям такое суровое, такое огромное, что всех топтало и рвало. Вот представьте себе, что все наши так называемые соседи, они постоянно ходили на Русь. И они были большими государствами. И прошло 800 лет. А не любовь их к нам так и осталась. Понимаете? Вот им прям чудовищно не повезло, что вот они рядом с нами оказались. Понимаете? Вот чудовищно не повезло. Это можно только с иронией об этом говорить. На открытии монумента Невскому в небольшой деревне Самолва присутствовали первые лица государства, что подтверждает символическое значение фигуры князя как победителя Запада. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Аминь. Эта победа стала решающей, остановила наступление врагов и показала всем на Западе и на Востоке, что силы Руси не сломлены. Александр не всегда использовался в этих целях, но здесь важно провести эту границу с коварным, опасным для наших душ прежде всего Западом. Искренне благодарю инициатора его создания, председателя Патриаршего Совета по культуре митрополита Псковского и Порховского Тихона. Единственное, что заставляет меня отнестись к этому памятнику серьезнее и покопать вокруг. Не умеет отношение к Тихону Шевкунов, а я, в общем, к этому человеку отношусь с большим интересом, потому что в области памяти это как бы одна из самых сознательных, продуктивных, креативных и опасных фигур. То есть он, в отличие от остальных, он очень хорошо понимает целевую аудиторию и его целевая аудитория сейчас тинейджеры. Неотступному защитнику Руси было тогда чуть больше 20 лет. Да и вся его дружина в основном тоже такие же, как он, совсем молодые люди. Политика памяти церкви гораздо более последовательна и гораздо более современна. По мере того, как власть в России окончательно перестала имитировать сменяемость, в стране все чаще стали вспоминать имя Сталина. В течение нескольких последних лет в десятках российских городов установили бюсты и памятники вождю народов. Как правило, все они созданы на частные пожертвования или средства общественных организаций и отличаются низким художественным уровнем. В первую очередь Сталина вспоминают как эффективного менеджера. Страну принял с сахой, а оставил с ядерной бомбой. Сталин это величайший человек 20-го столетия. Сталин сумел одержать такую сокрушительную победу. Победу практически над всей Европой с нами воевала вся Европа. Придет время, мы поставим памятник Сталину не здесь, а поставим в центре. Каждая церемония открытия активно освещается медиа и провоцирует острую полемику сталинистов и их противников. Какого хрена эта мразь и этот палач был увековечен в городе Бор в Нижегородской области? Мурманские коммунисты, все постсоветские десятилетия, мечтавшие о реставрации сталинского наследия, решили увековечить его образ монументальными средствами. Он же первый руководитель государства, который здесь побывал. До этого никого здесь не было. Действительно увидел перспективы развития нашего региона и приложил немало усилий для того, чтобы наш Кольский край развивался. Именно в период правления Сталина Мурман стал самым крупным городом в мире за полярным кругом. Здесь же ничего не было. Поэтому сам Бог велел увековечить имя этого человека здесь у нас на территории Кольского края. Создание монументальной скульптуры даже сравнительно небольшого размера требует немалых средств. Мурманский вариант бюста генералиссимуса был создан исключительно на народные пожертвования. Парадоксальным образом нынешняя власть, поощряющая возвращение имени Сталина в повседневный обиход, не торопится включать его образ в свой план монументальной пропаганды. Здесь нет ни копейки бюджетных денег, только взносы добровольные, кто поскольку вкладывал. Изначально было определено, что здесь должен быть бюст не военачальника, бюст человека постоянно работающего. У скульптора это получилось. Кощунство, по моему мнению, реально кощунство. Это беда, это боль, и мы не можем просто взять вот так и взять поставить памятник. Нужно как-то защищаться в этой ситуации. Но давайте уже, если мы признаем, что у нас были репрессии, примем это волевое решение, запретим увековечить память тех людей, которые причастны к истязанию собственного народа. У нас же страна абсурдов. У нас аэропорт Николая Второго, цветой. А вот у нас здесь в Мурманске есть улица Свердлова, например, которая имеет самое прямое отношение к расстрелу царской семьи. Здесь у нас стоит в центре города памятник жертвам политических репрессий. Давайте тогда памятник Сталину поставим туда. Забьем окончательно ввозь, что у нас страна абсурда. Не должно так быть. Я понимаю, что где-то в Москве боятся трогать эту учительную тему, но, видите, она сама начинает всплывать. Я не считаю, что их позиция справедливая в отношении Сталина, в отношении коммуниста. В Индии, в Китае, в Германии, в Франции, в Англии. Они увековечили его как государственного деятеля, внесшего действительно огромный вклад не только в развитие цивилизации нашей стране, но и во всем мире победу над фашистской чумой. У них тоже аргумент войну выиграли благодаря Сталину вообще не работает. Вы знаете, ну вообще не работает. Заслуга русского народа и им нужны их идолы, понимаете, для того, чтобы подпитывать свою паству этих людей как-то, которые поддерживают коммунистическую партию. И, конечно, Сталин один из идолов, который для них не должен умереть. С одной стороны, неплохо было бы избавиться от этих символов, идолов, памятников и все-таки встать на новый путь. Разрушение памятников это самое последнее дело. Сталин – это фигура, Сталин – это личность, это государственный деятель, у которого надо учиться многим вещам, а, к сожалению, этого у наших руководителей сегодня нет. Я думаю, что может это привести к конфликту, к серьезным достаточно конфликту, а это реально иначе конфликту. По своей сути, памятники призваны сделать город живым и разнообразным. Но для этого их нужно правильно расставить и срежиссировать пространство. Не так давно на улицах стали появляться камерные скульптуры, порожденные новой городской мифологией. В России начало этой моде положил знаменитый чижик-пыжик в Санкт-Петербурге. С каждым годом их становится все больше. Они понятны, ироничны, соразмерны людям и поэтому провоцируют диалог. С ними фотографируются, их выкладывают в Инстаграм, им трут носы, веря, что это принесет удачу. Интересно, что этот тренд не вызывает протестов у местных жителей. Запрос-то возникает, по-прежнему хочется среду маркировать, наполнить какой-то семантикой, придать ей вот этот смысл, осмысленность, в том числе создать новые достопримечательности, которых, может быть, жителям, кажется, в городе не хватает. Такие смыслы тоже требуют отображения в городском пространстве. Ну вот усталая туристка в Великом Новгороде, домовенок, который стоит в Ижевске на центральной площади, ну его тоже придумали, но его придумали уже настолько давно, что, ну его уже невозможно убрать, он уже является частью разговора про Ижевск. Как чижик-пыжик в Питере, потому что, ну как же так, куда же. Был же какой-то период, когда его убирали на реставрацию, и все очень сильно переживали за то, что будет с чижиком-пыжиком, вернуть ли его на место. Бывают удивительные попадания на грани, так сказать, народной культуры, популярной культуры и высокой культуры. Здесь полное попадание. Это бывает нечасто, а бывают какие-то собачки на Малой Садовой улице. Но детям нравятся эти собачки. Хитч – часть культуры. Он пропадает со временем. А пойдем посмотрим, чьи же комплексии. И здесь тоже можно констатировать тот факт, наверное, что сознание наше во многом все еще мифологично. И люди в век, когда они, значит, одной рукой читают на новом айфоне, как Илон Маск запустил очередную ракету, а при этом труд нос, как будто бы это все еще палеолитическая Венера. Травма советской власти, которая породила множество скульптур, не спросив мнения граждан, привела к тому, что сама идея установки памятника воспринимается как акт государственного насилия. Мемориальных фигур, которые все граждане были бы согласны увековечить, в принципе, немного. Но в наши дни государство категорически не считается скульптурными интересами и исторической памятью своих граждан. В итоге в стране как борщевик множатся огромные монументы, установка которых кажется абсурдной и приводит лишь к всплескам коллективной ненависти. Любой акт увековечивания памяти является, по сути, не механизмом приметования, а механизмом забвения. То же самое в масштабе коллективной памяти. Как только какой-то объект материализуется в городском пространстве, он очень быстро утрачивает свое сакральное значение. Он не будет активной памятью, он не будет болью, он не будет травмой. Я-то как раз считаю, что это абсолютно не работающая сегодня коммеморативная практика, а во всяком случае памятники антропоморфные. Причем наша власть удивительным образом считает, что чем больше памятник, тем больше память. Власть выбирает определенный дискурс. В советские годы это был один дискурс, сегодня отчасти другой, отчасти тот же самый. Просто герои меняются и мифы меняются. Никого исторического князя Владимира нету. Памятник Александра Невского это всегда памятник артисту Николаю Черкасову в роли Александра Невского. Он просто больно смотреть на это. В центре Москвы, около Боровицких ворот. То же самое касается Калашникова вне зависимости от того, что он придумал автомат или пылесос. Я думаю, Калашников, как некоторая часть российского кода существует. Все знают, что такое Калашников. Никто такое, а что такое Калашников. Наверное, в этом есть политический смысл, потому что это институциализация, утверждение легитимности того политического курса, который сейчас ведется. Там у Калашникова, между прочим, стрелочка на брюках. Нет больше в мире памятников, в которых была бы стрелочка на брюках. Мне кажется, что власти используют в качестве национальной идеи историю, связанную с какими-то победами нашими. То есть, такой военный дискурс, победный дискурс, триумфальный дискурс. А то у нас бывают места без памятников. И мы начинаем вдруг обсуждать, что поставить на Лубянской площади. К Держинскому и у чекистов поколения Путина довольно сложное отношение. Сложно стоять в церкви на пасхаренной службе и одновременно носить цветы к Держинскому. Понятно, что это какое-то раздвоение личности. Держинский, конечно, зловещая фигура. Он такой великий инквизитор, то есть это человек убежденный в том злодействии, которое он совершает. Если говорить про какие-то места, которые до сих пор несут сакральную травму в себе, это их значение, этот их смысл является продуктом некой социальной практики, продуктом того, что делают люди вокруг него по месту на Лубянке с акцией «Возвращение имен». Иван Васильевич Рыбников, 59 лет, член колбоза имени Буденного. Расстрелян 17 февраля 1938 года. Личная память. Это такая перекличка мертвых. Она очень важна. Тем более, что она имеет действительно педагогическое значение, потому что 1937 год поражает именно обыденностью зла. Если привести контрастный пример, это Владимир Наборовицкий. Очень много про него говорили, очень много возмущалась общественность самим фактом, возможностью постановки этого памятника. Сейчас он стал просто Лендмарком. Просто еще одно место, которое как-то формирует горизонт-город. Он не является таким постоянно возобновляющимся нарывом травмы русского народа. Нет. Поставили, я считаю, что крайне неудачно, потому что он стал похож на Деда Мороза, после того, как ему обрезали пьедестал. Это чудовищное произведение, которое, в принципе, должно стоять в витринах магазинов. Но у нас же вообще как бы, что Министерство обороны, что любые другие официальные организации, которые ставят памятники, они не заметили, что наступил 21 век. Великих людей назначает, ну, собственно, народ, читатель. Активное культурное меньшинство. В истории России ничего не добывается добровольным желанием грубого и бескультурного начальства. Так было всегда. Если говорить о монументальном памятнике в целом и в общем, то он не призывает себя на контакт с ним. Мы берем некий смысл, мы его материализуем, мы его ставим на точку в пространстве, и он пропадает. Смысла нет. Смысл исчезает в этот момент. И эта боль, и эта травма, если этот памятник приурочен к какой-то травме, она исчезает. В Крыму на мысе Тарханкут энтузиасты создали аттракцион для дайверов. Подводный музей «Аллея вождей», затопив невостребованные на суше памятники ушедшей эпохи. Этот символический жест стал своеобразным актом очищения коллективной памяти.